Приветствую вас. Если говорить о сновидениях, то здесь очень важно, чтобы вы рассказали нам о том, что происходило с вами до того, как сон приснился. Желательно, чтобы это было 2-3 недели. То есть нужно анализировать, что с вами происходило в течение 2-3 недель до этого сновидения. После этого необходимо, чтобы вы сами проассоциировали эти сновидения. Чтобы сами сказали, с чем у вас ассоциируется то или иное представление из сновидений. Тогда будет более-менее понятна картина того, как интерпретировать ваш сон. Потому что пока не очень понятно, как именно его интерпретировать. И то, что могу сделать я, это дать небольшую характеристику тому, что вы написали, просто исходя из непосредственно самого текста. Прошу не удивляться, если в чем-то это не будет совпадать с тем, что вам, например, хотелось бы, в том, что вы, например, сами для себя, допустим, желали бы. Да? Хорошо. Ну, любое насилие, в принципе, это всегда недостаток отреагирования, недостаток поведенческой активности именно со стороны каждого конкретного человека. Например, ну, например, у вас. Например, вот у человека в лице вас. То есть вы где-то не отреагировали. Ага. Где-то вы не отреагировали. То, что с вами происходило. То есть негатив какой-то был, вы негатив этот не отреагировали. И из-за этого вот это вылилось во что? В устранение. Устранение. В устранение нежелательных объектов. Я не говорю, что вы этих людей хотите убить. Нет. Давайте сразу определимся, что, нет, никого убивать вы не хотите. Вот. И как бы в убийце вас никто не записывает. Вот. Но необходимо понять, что накапливаются бонусы, накапливается негатив, накапливается обида, которые вам не позволяют, значит, ну, получать удовольствие, получать удовлетворение. от того, например, что вы делаете, от того, например, чем вы занимаетесь. Да? Вот. Вот. Это, значит, первое. Значит, второе. Люди. Очевидно, что есть мужчина, который вам, ну, препятствует, значит, ну, препятствует чему-то в вашей жизни, мешает чему-то. Вот. А есть другой мужчина, вероятно, который вас привлекает, вот, от которого вы хотели бы какого-то внимания. Вот. Но все это вызывает у вас определенный такой круг противоречий. Вот. И девочка в вашем сне, которую вы явно принижаете, скажем так, вот, она, эта девочка, ну, совершенно очевидно, у вас вызывает, ну, только лишь какой-то вот негатив, да, то есть только какие-то неприятные эмоции, то есть вы их, вы, вот, эту девочку, да, вы ее как-то, ну, подавляете, да, то есть вы ее обесцениваете, вы говорите девка. Вместе с этим полагаю, что имеет быть ваше стремление к тому, чтобы быть с кем-то, стремление к тому, чтобы не быть одной, вот, и, соответственно, стремление к тому, чтобы быть в группе. Из этого я, в общем-то, делаю вывод, что у вас есть определенное непринятие себя, определенное, ну, определенный конфликт, определенное состояние, состояние конфликта с собой, вот, и это состояние конфликта, в этом конфликте вы склонны винить окружающих людей. Ну, вот, значит, значит, и это отчетствие составляет основу для обид, которые вот, ну, у вас есть, которые у вас накапливаются, скажем, так, вот, вот такая, примерно, интерпретация ваших видений. Вот, вы хотите, чтобы за вас эту проблему кто-то разрешил, и поэтому вы этих людей не видите, потому что вы подсознательно убегаете от ответственности за свои поступки. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.